И критики, и зрители в целом положительно отзываются об армии мертвецов Зака Снайдера, восхваляя жанровый фильм о зомби за предпосылку, суть и захватывающий экшен. История следует за разношерстной группой наемников во главе со Скоттом Уордом в исполнении Дэйва Батиста, которые пробираются через оккупированный зомби Лас-Вегас в попытке вытащить кучу денег из хранилища казино. Одним из важных членов этого отряда является Мариана Питерс, пилот вертолета, которая вечно курит сигары. Ей поручено безопасно вывести команду из города после завершения миссии. Первоначально комик Крис де Эллио должен был сыграть пилота в армии мертвецов, но он был уволен из фильма после того, как стал объектом расследования обвинений сексуального характера. И пускай де Эллио отрицает какие-либо правонарушения, Снайдер и компания не возражали против его замены. В недавнем интервью для Vanity Fair Снайдер сообщил, что решение заменить де Эллио было довольно простым. Он также считает, что присутствие Тиг Натаро не просто дистанцировало фильм от скандалов с де Эллио, но и улучшило его в целом. Снайдер сказал, что игра Натаро привнесла в фильм совершенно новое, неожиданное измерение. Он объяснил, «Честно говоря, я думаю, что фильм стал лучше Стиг Натаро, потому что она более непредсказуемая и забавная» И пускай в конечном итоге создатели фильма смогли извлечь выгоду из своей проблемы, они полностью осознавали риски, связанные с заменой де Эллио на столь позднем этапе производства. По словам Снайдера, ситуация могла бы стать катастрофой, если бы у него не было нужной команды. Но, к счастью, его коллеги привыкли работать над блокбастерами с тяжелыми визуальными эффектами, и поэтому в конечном итоге им удалось успешно заменить де Эллио, не сделав замену слишком очевидной, но сам процесс был непростым. На самом деле, необходимость заменить актера доставила создателям фильма всевозможные сложности. Во-первых, им пришлось стереть все следы персонажа де Эллио и вместо него вставить в его сцены Тиг Натаро с помощью графики. Учитывая, что ситуация разворачивалась во время пандемии, переснять сцены со всеми актерами не представлялась возможным, так что им пришлось проявить творческий подход и потратить много денег. Во время интервью с Vanity Fair Дебора Снайдер рассказала, что стоимость добавления нового актера была эквивалентна всему бюджету Армии воров, грядущего приквела к Армии мертвецов. Однако и она, и её муж отметили, что Netflix поступает правильно, вкладывая свои деньги туда, куда они говорят. Проблемы со здоровьем самой Тиг Натаро также представляли проблему для Снайдеров и их команды. Победившие Рак Натаро не рекомендовали сниматься во время пандемии. Дебора Снайдер признала, что актриса переживала из-за того, что её здоровье может быть поставлено под угрозу, но она всё равно продолжала работать над проектом, и, к счастью, всё обошлось. На самом деле, по некоторым сценам с Натаро в Армии мертвецов понятно, что они являются продуктом компьютерного волшебства, но в других моментах создаётся впечатление, будто она и правда всё это время была частью фильма. Снайдер переживал, что одну сцену им придётся вообще вырезать, когда Натаро разговаривает с персонажем Дэйва Батиста, ведущего наёмников по коридору. Он сказал в Энити Фэйр, Да, у Батиста и Натаро удивительно отличная химия друг с другом в Армии мертвецов, но бывший член World Wrestling Entertainment до сих пор не знаком со своей коллегой по фильму. Во время разговора с Волчера он сказал, что чувствует, будто у них с Натаро уже есть связь из-за сильных совместных сцен, и его тревожит то, что они до сих пор не знакомы. Он сказал, Я чувствую, что должен её узнать. Я хочу с ней познакомиться, обнять её и сказать, насколько великолепно она смотрелась в этом фильме. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова